Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной влог новостей по The Isle Evryma. Перед началом, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатерам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Итак, в этом выпуске я расскажу вам немного, что произошло за кулисами разработчиков Evryma, и что мне конкретно стало известно после последнего общения с Punch-Packet. Начнем с того, что как я затронул тему трупов и скелетов в шестом обновлении прошлого выпуска новостей, на данный момент разработка полных скелетов с каждой костью до сих пор идет. Да, в конце выпуска игры полноценные скелеты от трупов будут оставаться, и многие динозавры смогут питаться костями. Но в шестом обновлении мы увидим лишь часть скелетов и то, что нам показывали разработчики ранее. Пользуясь моментом, скажу, что у канала на этой неделе появился дополнительный URL, с помощью которого вы сможете найти канал на всех просторах интернета. Этакая новая фишка от YouTube. Идем далее. Ютораптор в игре в будущем будет переименован в Omniraptor. Динозавра. Связано это вроде как с тем, чтобы не искажать некоторые научные данные про этого динозавра. Кстати, что думаешь об этом, пиши в комментарии. Помните, ранее я говорил вам, что разработчики навсегда покончат с гаммой в игре, чтобы погрузить всех игроков в настоящий сурф про динозавров. Для сравнения, два скриншота. Первый с известными функциями решейда и прибавлениями яркости в игре. Второй без использования гаммы. Кажется, у них это получилось. Пройдемся по последним вашим вопросам. Циратозавр замедлил разработку. Увидим мы его после обновления 6.5. Динозавры третьего тира и известные травоядные хищники, такие как Тирекс, Трицератопс, Гиганатозавр и Спинозавр, пока что вообще не в работе. Как стало известно, что самым последним выпущен будет Спинозавр. И опять же о грустном. В ближайшем выпуске обновления мы не увидим новых динозавров. Но появятся боты Птеродактиль и улучшенный Компсагнат. Перевод игры в GeForce Now. Интересовалась подписчица и, я помню, когда-то давно еще несколько человек. Нет, пока этого не планируется. Давайте под конец перейдем к хорошим новостям. Разработка карты Gateway. Почти в финале. И как намекнул на неделе Донде в закрытом Дискорде стресс-тестеров. Осталось ждать совсем недолго. Скоро увидимся. Тонко дает понять, скоро начнутся стресс-тесты новой карты. Так что следите за каналом. Еще. В этот четверг разработчики в Дискорде поделились свежими скриншотами карты Gateway. Рассмотрим некоторые детали и расскажу я чуточку подробностей, что мне стало известно напрямую от разрабов. Во-первых, старая карта Исла Спира будет отложена на некоторое время. Она не будет удалена. А напротив, в будущем у нас будет до трех карт. Собственно, выбирая сервер для игры, игрок сможет выбрать карту. Это как в той же Legacy, на выбор сейчас там есть V3 и TenYava. Gateway должна быть наиболее детализирована и улучшена на ней производительность. Для этого и будут проводиться стресс-тесты. Обратите внимание на незаметные вроде бы детали на карте. Семейка Диабло Царатопсов и Геррера. Да, они со своим кодом уже в игре, но не функциональны геймплейно. Конечно, с уверенностью 99,9 Донди что-то не договаривает. На скриншотах Геррера явно доказывает нам, что эти динозавры будут иметь свою уникальную способность перемещения по скалам и деревьям. И станут засадными небольшими хищниками, да еще и ядовитыми. Как видно, в Gateway будет система пещер. Новые постройки, купол и монорельс. Вдохновились парком юрского периода и часть взята с карты V3 Legacy. Скажу сразу, что купол будет переделан. В будущем он должен иметь интерьер. В первой версии там будет пустовато. Реки увеличены, как и глубина. Течение рек и подводные течения будут иметь свойство менять свою скорость в зависимости от глубины и ширины русла. Но, как сказал Панч, для некоторых существ, таких как Бэйпиазавр, не составит труда цепляться когтями за дно. Или коряги. И легко удерживаться на плаву. Ну и под конец нашего выпуска хотелось бы сказать вам, что на канале есть плейлист, посвященный гайдам The Isle и The Isle Evrima, где вы найдете достаточно много полезной для вас информации. Ну что же, надеюсь, что данный выпуск новостей вам понравился. Ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал и нажмешь колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео, стримы и новости по The Isle Evrima. Всем хорошего выживания. Все ссылочки в описании. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok